Музыка Новая газета Кубани приступает к реализации нового масштабного проекта по защите основных конституционных прав жителей станиц и хуторов, проживающих на территории Приазовского заказника. Проект этот долгосрочный, требующий изменения федерального законодательства. 27 ноября состоялся сход жителей Черноярковского сельского поселения Славянского района Краснодарского края. По приглашению местных жителей на сходе в Доме культуры хутора Черный Ерик присутствовали журналисты краевых и районных СМИ. По материалам схода редакция «Новой газеты Кубани» подготовила отчет. В просторном зале Дома культуры народу набилось много, несмотря на то, что был рабочий день. Хотя для большинства присутствующих все дни недели, как выяснилось, теперь одинаковы. Работы у людей не стало. Народ сидит по домам в ожидании хоть какой-то информации о том, что с ними со всеми будет. Каждое новое лесо в хуторах воспринимают с опаской. Все перемены и новости в последнее время только добавляют страхов. Поначалу было опасение, что люди замкнутся и не будут говорить. У входа участникам схода раздали газету Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Шапошникова. В специальном выпуске, посвященном Приазовскому заказнику, не было ни слова о тех, кто оказался волею случая в границах заповедника. О тех проблемах, с которыми столкнулись местные жители, в Вестнике не было сказано так же ни единого слова. Только геройские репортажи о том, сколько их наказали, сколько новые хозяева поймали за полгода нарушителей. Это стало детонатором. Зал буквально взорвался. Эмоции зашкаливали. И хотя работал микрофон, разобрать подчас имена и фамилии выступающих было сложно. У меня вопрос такой. Я думаю, у всех касается... У нас сейчас запрет на передвижение по реке Протуха. На всех ветрах транспорта. Мы там местные жители, от этого живем. Работ у нас нету. Никаких, абсолютно. Живем из-за того, что мы передвигаемся по реке. Она судоходная. Почему на нее ввели запрет? Во-первых, она граница, так называемая, между Кавказским заповедником, этим биосферным, и в Примар-Ахтарском там районах. Почему ее закрыли? То, что касается охоты и рыбалки, там незаконные виды добычи, это все понятно всем. Я человек, который за свою жизнь вообще ни одну сетку не поставил. Но за свою жизнь здесь наблюдал такое количество тех, кто сюда приходил наводить порядок. Не с ним числа. И от наведенных порядков, вот, оратор первый высказал правильную мысль. Ни рыбы, ни птицы, ни кабана. Ну, что это осталось? Фасан появился. Фасана завезли, он не местный. И лупят фасана. Если уж так разобраться. Целенаправленно на него едут. Патронов. Догадешь? Только раскидывай. Он только шутил, говорю, в основном германские усилия. Так же, да, я говорю, не знаю, что от фасана остается. Скажите мне, пожалуйста, вы ссылаетесь на законы. Вообще, если брать законы, главный закон у нас в Российской Федерации, это Конституция. В Конституции указано, что главным законодателем является народ Российской Федерации. А теперь давайте другой вопрос. Если закон дурной, что надо делать? Надо совещаться с народом и закон менять. Понимаете? А не слепо его исполнять. Вот слепые исполнители закона, я мягко скажу, слепые исполнители закона, хотя я наблюдал и корысти достаточно, там не слепое было исполнение законов. Там другой. Посмотрим, что еще вы покажете. Но я хочу все равно до вас довести вот такую боль от населения. Это боль, кстати, с 10-го года, когда именно Сочный парк зашел по восстановлению. Почему он сюда прошел? Напоминаю историю. Когда перед Олимпийскими играми 14-го года убрались и имели участки под объекты Олимпийских игр, решил, что-то пальчиком тнули в Чернском поселении Славянского района и все остальные поселения Чуева, Голубая Нива, выделили 45 тысячи гектаров компенсировать эти земли. Кому-то угодно. Так и получилось. Бог с ним, это история. Получилось так. Запомнение, по-моему, с 58-го года заказник Преозовский летала и гусь, и утка, и стреляли, и местные, и приезжие охраняли, наказывали. Ну, в рыбу, в воду никто не лезет. Это другая хозяйственная деятельность. И я как глава вас прошу доведения до руководства, мы будем с этим бороться. Я это буду делать. И глава у меня пойдет. Один бывший сидит, а бывших не бывает. Другие представители. Ребят, нельзя этого делать. Народам Байкала, Чучем, разрешили. Лови, а не корни свои семьи. Почему не пойди в этом пути? Два варианта. Или как Чучем сделать нам этих позволителей для местного населения, вот этих всех поселений. Где-то определенные участки, ловли и так далее. Это один вопрос. Или же, как тут предложил Виктор, обращение к депутатам, а они нас поддержат. А мы их избирали. У нас, значит, приазовские заказники у 2010 года. Есть положение о заказнике. На сегодняшний день и жители недовольны, и хозяйствующие субъекты есть вопросы. Я считаю, что вот то положение, которое сегодня оно существует, его нужно сделать мягче, потому что гидромиллиативные работы нельзя выполнять, нельзя искусственный поле выполнять, нельзя делать реконструкцию зданий, капитальный ремонт. Значит, ну и ряд вопросов, которые, скажем так, по теории, почитав это положение, должно вроде бы все получаться. По факту не получается, потому что, как в медицине, есть правила золотого часа, и те же химобработки, которые необходимо выполнять, их нельзя согласовать планово, и походится вот хозяйствующим субъектом, конечно, создаются проблемы, и мы не можем быстро эти вопросы решить. Поэтому я считаю, что и сохранность биоресурсов очень важна и животного мира, но и мы должны входить в положение этих людей, которые там трудятся и живут. Поэтому нужна какая-то золотая середина, мне кажется, нужна работа круглого стола, умных людей, чтобы вот в это положение внести какие-то вот смягчения, скажем так. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА